В селе Сагратль Гунипского района открыта откормочная площадка на полторы тысячи голов. Ее площадь составляет две тысячи квадратных метров. Проект будет способствовать развитию экспортного потенциала. В открытии площади приняло участие глава Министерства сельского хозяйства Республики Абзагир Гусейнов. Тему продолжит Зумруд Гамидова. С помощью этой новой площадки на предприятии планируют увеличить рентабельность при производстве мяса. Аграрии говорят, что она позволит значительно уменьшить издержки от содержания скота на выгуле и снимет нагрузку с пастбищ. Работа комплекса почти полностью автоматизирована. Животноводы отмечают, что стараются исключить человеческий труд и поэтому следят за новыми технологиями. Идея создания, она зарела давно, но вопросы были связаны с финансами, с затратами по другим направлениям развития. Но тем не менее мы сегодня буквально в течение двух-двух с половиной месяцев этот проект реализовали сегодня. И по голове поставили на откорм. Дать возможность уже затраты человека труда уменьшить. Сегодня полторы тысячи голов могут содержать затраты труда только двух человек, способные эти работы производить. Мелкий рогатый скот будет находиться на откорме четыре месяца. За это время его убойный вес увеличится до 20 килограммов. По мнению главы аграрного ведомства, такие комплексы решают множество вопросов в плане развития овцеводства, перерабатывающей отрасли и создают экспортный продукт. Благодаря вот таким площадкам, которые мы сегодня открываем, мы можем рационально использовать наши земельные ресурсы, не нагружать наши зимние пастбища и не нагружать наши летние пастбища. А в зимний период откармливать эффективными кормами, которые, скажем так, сбалансированы и позволяют нам на выходе получить больше от одной головы естественной привязки мясом и шерсти. Абзагир Гусейнов также добавил, что в настоящее время в Дагестане действует целый комплекс мер, которые позволяют овцеводческим хозяйствам пользоваться господдержкой. Это субсидирование миллиардативных работ, что позволяет в несколько раз увеличить кормовую отдачу от одного гектара пастбища. Надо правильно выстраивать структуру организации, платить налоги, работать по-белому. Фактически уровень, скажем так, господдержки доходит в целом не ниже 45-50%. Примером такого простого и эффективного разведения животных воспользуются дагестанские фермеры. Господдержка станет дополнительным стимулом. Кроме того, здесь же в Сагратле в новом году планируется строительство модульного убойного цеха по производству колбас, а также организация еще одной откормочной площадки.